Скоро в каждом дворе, сквере и парке Иркутска появится праздничная атмосфера. В городе уже началась подготовка к Новому году. С какими неожиданными трудностями в этом году столкнулись рабочие, расскажет Кристина Черкова. Пока так выглядят будущие ледовые скульптуры. К Новому году на Иркутском сквере Кирова их появится около 30. Это будут герои популярных мультфильмов. Для работы понадобится 120 кубов воды. Ее вот в таких брусках привезли сюда с Иркутского водохранилища. Но в этом году рабочие столкнулись с неожиданной для Сибири проблемой. Слишком теплая зима. Если будет больше плесовая температура, придется укрывать различными укрытными материалами. Лед очень боится ультрафиадных ключей. Работаем второй день. Мы начали 1 декабря. А аплодируем закончить 20 декабря. В этом году мы делаем ледовые фигуры по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. И самое главное, что у нас будет очень много таких интерактивных фигур, где можно сфотографироваться. У нас будет большой писательский стол, за которым можно себя почувствовать настоящим писателем. И посидеть за этим ледяным столом. Ну и конечно, куда без новогодней красавицы. Елку высотой 25 метров рабочие уже установили. Осталось дело за малым. Нарядить. Но из-за отсутствия снега настроение уркутян пока не новогоднее. Плохо, что снега нет. Зима не ощущается. Декабрь мы не можем ощутить всю прелесть нашей зимы. Ощутить праздничное настроение на острове Конны пока тоже невозможно. Пока здесь еще ничего не оформлено. Но скоро здесь установят 15 ледовых конструкций и елку. А сам остров превратится в каток. Кстати, заливать катки в районах в этом году начали позже обычного. Причина опять-таки плюсовая температура зимой. Это налить и есть первый слой ледового покрытия. По правилам оно должно быть около 5 сантиметров. Чтобы такой каток покрыть льдом, рабочим потребуется 50 тонн воды. Всего в Иркутске откроют 25 площадок для катания. Подготовить их должны к 5 декабря. Ну а 31 числа все по традиции будут ждать салют. Он в городе пройдет на шести площадках. В том числе на Синюшиной горе, в Новоленино, на сквере Кирова. Кристина Черкова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Новости по будням.